Всем привет! Мы начинаем серию наших уроков по основам After Effects. Для начала несколько слов о том, что такое After Effects и чем он отличается от Premiere. Начнем с того, что это две абсолютно разных программы. И так, вопроса, что лучше Premiere или After Effects, не может существовать, потому что правильно спрашивать не что лучше, а что лучше для конкретной задачи, потому что это абсолютно два разных инструмента. Допустим, в After Effects будет сложно смонтировать что-то более-менее большое, например, как документальный фильм. А в Premiere сложно сделать, ну, многие вещи в принципе невозможно сделать, то, что можно сделать в After Effects. То есть можно сказать, что Premiere больше подходит для такого горизонтального движения по монтажу вдоль, а After Effects, он больше для создания графики и усложнения монтажа внутри одного кадра. И было бы странно компании Adobe развивать два продукта, выполняющих одну и ту же функцию. Поэтому это два разных продукта, у которых каждая своя задача. И благодаря плотной интеграции Premiere и After Effects мы можем получать тот неповторимый результат, который мы можем делать благодаря продуктам компании Adobe. Давайте запустим After Effects и начнем с самых основ. Когда мы запустили After Effects, у нас появился Welcome Screen. Он в принципе похож на Welcome Screen Premiere. Здесь мы просто создадим новый проект. Сразу скажу, важный момент. Долгое время и Premiere, и After Effects работали в концепции один проект в одно время. То есть одновременно можно работать с одним проектом. Со временем Premiere отошли от этого, теперь можно в Premiere много проектов открывать. Но в After Effects мы остаемся по-прежнему в концепции один проект за раз. И давайте посмотрим на интерфейс. Он выглядит вот так вот. Это стандартный интерфейс, так же как и в Premiere. Здесь есть много различных панелей и много различных раскладок для разных задач. Вот видите, отдельная раскладка для маленького экрана. По умолчанию всегда работает стандартный. Есть раскладка с видеоуроками. Тоже если вам интересно начинать с самого начала, посмотрите их обязательно. Но мы начнем со стандарта. Здесь у нас находится панель Project. Здесь мы собираем и появляются все ассеты, которые мы создаем в процессе работы. Окно в данный момент активно Composition. Это, если мы будем сравнивать с Premiere, это секвенция. То есть, точнее, это скорее окно программ, в котором мы просматриваем. И внизу вот так называемый таймлайн, на котором мы слоями будем выкладывать нашу работу. Первое, что нам нужно сделать, это, конечно, импортировать какие-то ассеты, которые мы можем работать. Если мы уже работали в Premiere, то здесь логика абсолютно та же. Вообще, во многих приложениях от Adobe, где можно, логика не меняется. То есть, мы можем импортировать двойным кликом здесь, у нас открывается окно импорта. Мы можем импортировать, просто перетаскивая ассеты, вот так, drag-and-dropом выделив. И в том числе у нас есть также такой вариант, как Media Browser. То есть, как в Premiere, только мало кто знает, что он есть, в принципе, в After Effects. Но, тем не менее, если мы нажмем сюда на Window, Media Browser, то вот он появляется точно такой же, как и в Premiere. Движемся дальше. После того, как мы что-то импортировали, нам нужно создать композицию. Композицию можно создать двумя способами. Первым — это перенести какое-то видео на таймлайн, на рабочий стол. И у нас создается композиция по размеру этого видео. Либо мы создаем это видео вручную. Composition, New Composition. И здесь мы можем выбрать пресеты или задать размеры вручную. Допустим, когда нам нужна какая-нибудь нестандартная композиция. Допустим, квадратная для Инстаграма или еще что угодно, что нам нравится. Что нам нужно от наших задач. Также здесь мы задаем частоту кадров, размер и задаем такую вещь, как Duration. Потому что если у нас в Premiere timeline был бесконечный, он сам продлевался, когда нам туда клали какое-то видео, то здесь timeline ограничен по времени. Окей, я сейчас не буду создавать. Но если мы посмотрим сюда в панель Project, то у нас вот здесь вот есть видео, здесь появилась секвенция. И здесь мы можем также, как в Premiere, раскладывать их по папкам. Допустим, я хочу делать папку footage. Дальше. Если нам нужно просмотреть какой-то ассет до того, как бросить его на timeline. Во-первых, у нас здесь есть окошечко preview. И когда мы кликаем сюда, у нас открывается, видите, окошечко footage, на котором мы как раз можем просматривать наше видео, прежде чем его бросить на timeline. Чтобы нам настроить рабочее пространство так, как нам нравится, у нас есть все то же самое, что и в Premiere. Мы можем хватать за края, мы можем хватать за узловые точки и вот так вот все это двигать. Мы можем раздваивать, допустим, если нам нужно и footage, и composition, мы можем их перенести. Вот видите, точно так же, как в Premiere. Создать их два окна параллельно, чтобы показывались. То есть делать все, что угодно. Плюс есть какой-то набор панелей у каждой раскладки рабочих столов. Когда мы что-то наделали, что нам совсем не нравится, нам достаточно два раза кликнуть сюда, вот на панели, если нам нужно вернуть обратно, сбросить стандарт, кликаем сюда, он говорит, хотите ли вы сбросить, все изменения исчезнут. Мы говорим, окей, yes, все сбросилось, вернулись к стандартной раскладке. Дальше, zoom у нас работает по колесику. Конечно, вот этого в Premiere не хватает. Просто вы наводите сюда и крутите колесико, и вот он у вас уже, zoom, работает. Если вы колесико нажимаете, зажимаете и начинаете двигать, вот у вас, вы можете двигать картинку по кадру. Масштаб также можно перемещать, изменять вот здесь вот. И если надо, fit to 100%, он будет подгониться к этому. Также можно вместо колесика зажимать пробел. То есть если вы зажимаете пробел, у вас включается hand tool. Вот он тоже так работает. И в целом, какие у нас тут приборы есть, какие у нас тут инструменты есть, сейчас просто самые первые скажу. Домик это у нас ничего, просто запускается стартовый экран. Стрелка, это просто стрелка. Видите, сейчас раздвигаю видео. Для многих задач она используется. Иногда, используя какой-нибудь инструмент, приходится возвращаться к стрелке. Hand это вот то, что я показал, позволяет двигать кадр. Не табличку в кадре, а сам кадр. И zoom tool, это вот плюс. Нажимаем alt, видите, плюс меняется на минус. Получается минус. Вот остальные инструменты мы разберем по ходу. Но главное, переключаться всегда обратно в стрелки. И конечный результат. В процессе работы, видите, у нас вверху название проекта. И когда у него горит вот эта звездочка, это значит, что он еще не сохранен. То есть в нем есть какие-то изменения, которые не сохранены. Поэтому мы сейчас делаем save, save project, save as на рабочий стол. И назовем это after effect для начинающих. For beginners. Рабочий стол. Окей. Сохранить. Вот для начала это все. На этом закончим. И в следующем уроке мы начнем разбираться, как работать со слоями. Заходите на мой канал Adobe Instructor. Подписывайтесь. Там будет много всякого стаффа касательно видеопроизводства. Premiere, After Effects, Audition и все такое прочее. Будет очень много интересной информации.